Сочинская епархия В следующих праздников расскажите, пожалуйста, что символизирует этот праздник. Праздник Сретения Господня, он один из 12 праздников, особо почитаемых для православных христиан. Праздник Сретения, правда, обозначает это слово, переводится как встреча. Стоит углубиться немного в историю и обратиться к Сочинному Писанию, где старец Симеон встретился с младенцем Иисусом Христом. На сороковой день после рождения Господа Иисуса Христа его родители принесли в храм по обычаю иудейскому. И здесь и произошла эта судьбоносная встреча. Ведь задолго до этой встречи, еще до рождения Спасителя, а точнее еще за 300 лет, когда старец Симеон переводил Священное Писание, то он усомнился в словах Писания, где было написано, что Дева, говорила здесь о Престой Деве Марии, родит младенца. И он хотел исправить слово Дева на слово Жена, потому что не мог понять, как Дева может родить, да, незамужний, незнавшая мужа. Мы с вами знаем, что история эта начинается с праздника Благовещения Божьей Матери, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она во своем чреве носит Бога, Бога-младенца. И переводя Священное Писание, старец Симеон хотел стереть на табличке слово Дева и заменить его на слово Жена. Ангел Божий явился ему, остановил его руку и сказал, что за твое неверие ты не умрешь, не покинешь эту землю, пока не встретишься с самим младенцем Христом. И вот может быть это и благодать была, а может и в наказание 300 лет старец Симеон прожил до встречи с Иисусом Христом. И по иудейскому обычаю Пресвятая Богородица вместе с праведным Иосифом принесли младенца Христа навстречу в храм. И в этот день в храме был старец Симеон, который взял младенца Христа на руки и произнес молитву, которая и поныне во всех храмах на богослужениях используется и читается, в которой сказаны слова «Ныне отпущаешься раба твоего, владыка, по глаголу твоему, с миром». Что значит «Сейчас отпускаешь меня, Господь, по глаголу твоему», по слову твоему. И праздник Сретенья, он символизирует встречу, можно сказать, Ветхого Завета периода до Рождества Христова и Нового Завета, периода уже после Рождества Христова, нашего периода. Какие традиции должны соблюдать верующие православные христиане именно в Сретенье Господне? Как и в обычные праздники, православную христианину желательно посетить храм в этот день, потому что в храм мы идем для общения с Богом, для того, чтобы Господь знал нашу жизнь, для того, чтобы мы Его благодарили и возносили Ему свои молитвы и просьбы, приносили покаяние, так и в праздник Сретенья Господня все православные верующие идут в храм для того, чтобы разделить радость этого праздника со всеми христианами. Как в Сочинской епархии будут встречать Сретенья Господня в этом году? В Сочинской епархии во всех храмах запланированы богослужения, потому что это особо чтимый праздник, в который стараются посетить каждый православный христианин храм в этот день. Конечно, кто-то на работе, кто-то по болезни может в храм прийти, но всегда мы молимся о всех православных христианах за богослужение. И храмы наполняются людьми в этот день. Есть такая традиция в праздник Сретенья освещать свечи. Об этом мы с вами еще более подробно поговорим. Но именно освещением свечей перед богослужением и известен этот праздник, наверное, большему количеству людей наших. Если не ошибаюсь, именно православные христиане переняли эту традицию у единоверцев из католической церкви. А если мы с вами обратимся к истории, то праздник в Общесретенье празднуется с IV века. В 542 году еще при Юстиниане I в Византии было установлено это празднество. Как раз это был достаточно тяжелый период, потому что была эпидемия, моровая язва, и к Господу обращались с молитвой. Все собрались в храм и с освященными, зажженными свечами шли крестным ходом, прося у Господа избавления от этой напасти. И чин освящения свечей сохранился, вот этот древний, и дошел до наших дней. И по традиции перед Божественной Литургией в храмах верующие собираются, раскладывают свечи, и священник читает особые молитвы и их освящает. Эти свечи используются так же, как и обычные для молитвы. Ведь свеча, она это жертва Богу. Свеча, она является символом нашей горящей молитвы ко Господу. Как огонек свечи горит, так и наша молитва устремляется к Богу. Многие приписывают этим свечам какие-то особые чудодейственные способности. Но это все народные традиции больше, да. Там говорят, что несет Сретенскую свечу домой, она избавляет от грома, когда от грозы, от пожара, когда ее зажигаешь. Но суть всей свечи это жертва Богу и подкрепление нашей молитвы. У нас в этом году проводится акция «Сретенская свеча». Когда на богослужение не могут попасть люди по своим немощам, возрасте, пожилые, то мы хотим не оставить их вниманием и с молодежью, собравшись после освящения свечей, разнести эти свечи верующим, для того, чтобы они прикоснулись к частичке и радости этого праздника. Насколько вообще молодежь Сочинская на курорте вовлечена, скажем так, в христианство, в православие, потому что вы возглавляете целый отдел епархии по работе с молодежью, значит, какое-то движение есть. Мы очень стараемся, чтобы наша молодежь не осталась без Бога. Это самое главное. Обратите внимание на людей, стоящих в храме, то мы видим там детей, которые занимаются в воскресной школе, и уже людей в таком более среднем возрасте и пожилых. Но молодежи в храме не часто встретим мы, потому что молодежь сейчас вовлечена в эту бурную нашу жизнь, и им трудно там найти место и время для Бога. Но мы всячески пытаемся дать ей понимание, для чего это нужно. Для того, чтобы сердца этих молодых людей, они были наполнены любовью, которую дает нам Господь. И только тогда мы будем знать, что у наших детей есть благое и доброе будущее под защитой Отца Небесного. У нас в Сочинской епархии при каждом храме хоть есть небольшое, хоть небольшое, но есть количество молодых людей, верующих, посещающих храм. Посещают храм многие еженедельно, а иногда по большим праздникам. Именно в праздник Сретения ведь установлен День православной молодежи. В России празднуется этот день по благословению ныне почившегося тешего патриарха Алексея II с 2002 года. Если мы обратимся к мировой практике, то праздник православной молодежи был установлен в 1953 году, когда было основано Всемирное движение Синдемос, православное молодежное, в которое входили более 100 молодежных движений. И располагалось это все в 46 государствах. Достаточно... Разветвленное, обширное было, да? Да, достаточно мощное такое движение. И с того времени перенялась практика, что праздник Сретения является Днем православной молодежи. Если обратиться к символике и постараться найти смысл, почему же именно в праздник Сретения установилось празднование Дня православной молодежи, да потому что мы же хотим для своих детей самого лучшего. Молодежь — это наши дети, которые только-только вступили во взрослую жизнь. Многие уже отделяются от своих семей, да, родных, от родителей, и создают свои новые, свои собственные семьи. И мы желаем же, чтобы у наших детей, у нашей молодежи было не только все необходимое для жизни здесь, нашей временной, да, но и для жизни вечной, чтобы они тоже, когда придут к Богу, могли дать добрый ответ, чтобы Господь оберегал их, помогал, защищал, указывал им путь, давал им возможность, да, идти путем ко спасению. В праздник Сретения мы желаем, чтобы наша православная молодежь встретилась с Богом, чтобы она впустила Христа в свое сердце и прониклась этой христианской любовью. Состоится ли крестный ход в этом году? Ввиду всех санитарных ограничений, к сожалению, массовых крестных ходов и даже молодежных мероприятий мы проводить не можем. Но я, как руководитель отдела, по благословию нашего преосвященнейшего владыки Германа, мы подготовили материал для каждого прихода и разослали его с рекомендациями, как должно пройти празднование дня православной молодежи. Также наш дорогой владыка, он записал видеообращение к молодежи, которые посмотрят на каждом приходе и будут помнить о том, что даже правящий архиерей, он с заботой в этот праздник поздравляет и обращается к нашей молодежи. Насколько сильно влияет на работу епархии вот это время пандемии, в котором мы живем, потому что оно касается всех вне зависимости, кто обращен к Богу или кто совершенно в мирской жизни находится. До пандемии есть такая традиция в праздник Сретения собираться молодежи и устраивать балы. И у нас тоже был сочинский бал и не один в день Сретения. И это прекрасная традиция, когда наша молодежь может встречаться не только в храме, но и проводить совместный досуг. Ведь это интересно, радостно. Это совместное общение дает возможность видеть, что храм — это не только поклоны и молитвы. Храм — это жизнь, это любовь, это то отражение нашего сердца, нашей веры и нашей любви к ближним. И, конечно, таких мероприятий, как мы проводили до пандемии, сейчас не можем пока проводить. Но очень надеемся на милость Божью, что в ближайшие годы это все закончится, и мы снова сможем с большим размахом проводить День православной молодежи. Но тем не менее, вы упомянули про акцию «Сретенская свеча», если не ошибаюсь. Расскажите поподробнее, как это все будет организовано технически, что называется. Идея этой акции возникла, когда, понимая, что многие не могут прийти в храм в силу возраста и в силу своих болезней, а кто-то переживает и в храм не идет, потому что храм — это тоже скопление людей. Люди в возрасте, возрастные, часто остаются дома. Мы решили, что это будет такая встреча нашей молодежи с уже возрастным поколением, она будет очень полезна. Мы сможем принести людям радость праздника вместе с этой «Сретенской свечой», а они для нашей молодежи поведают какие-то истории из жизни, из своего жизненного опыта. Во время богослужения будут освящаться «Сретенские свечи», потом наша молодежь эти свечи вместе с памятками о «Сретене», для чего предназначаются эти свечи с памятками, понесет адресно к пожилым людям, к не имеющим возможности посетить храм, и с радостью поздравит их с праздником. В рамках нашего эфира у вас есть тоже возможность обратиться к православным христианам, к верующим, чтобы, я не знаю, в канун «Сретене Господне» вас услышали наши телезрители. Хочется пожелать нашей молодежи, чтобы они искали Бога, искали правды, потому что человек, не ищущий правды, он находится во тьме, а тот, который человек старается быть разносторонне развитым, он всегда найдет истинный путь. А еще святой благоверный князь Александр Невский говорил, что не в силе Бог, а в правде, что мы должны искать правду Божию, и тогда сможем обрести смысл своей жизни, и тогда сможем идти по этому праведному пути для того, чтобы развивать себя, становиться лучше, приумножать свою любовь, дарить ее другим, и тогда мы реализуем самую главную цель нашей жизни, цель нашего спасения. Спасибо вам большое за эту беседу, что пришли к нам в студию накануне праздника. Я напоминаю зрителям, что в эфире программы «Подробно» был руководитель отдела по работе с молодежью сочинской епархией Иерей Богдан Журбенко. Мы говорили о «Сретене Господне».